Всем привет! Обзор смартфона OnePlus Nord N100. Версия на 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти в цвете Midnight Frost. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию смартфончика. Сверху конверт, в конверте у нас скрепочка для симплота и документация. Дальше обнаружим сам смартфончик. Вот, Midnight Frost, вот так вот это выглядит. Хороший, достаточно качественный материал. Тут пластик, вот такой он матовый пластик. Интересно выглядит, оставляет... Ну, меньше разводов он все равно оставляет, но меньше, чем, например, глянцевый пластик. Более такой практичный материал и выглядит тоже поинтереснее. Дальше еще какая-то инструкция. В комплектации обнаружим USB Type-C кабель для подключения к компьютеру зарядки и адаптер питания, поддерживающий быструю зарядку. Вся комплектация. Нет наушников, нет силиконовой задней накладки. То есть вот чисто смартфончик, зарядка, шнурок. Все. Окей. Теперь по самому смартфону. Справа кнопка включения. Слева кнопки громкости и слот. Давайте его сразу откроем. Слот у нас комбинированный. На две наносим карточки или одну наносим и microSD карточку для расширения памяти. Закрываем. Сверху дополнительный микрофон. Снизу Type-C порт, динамик, микрофон и джек для наушников. Хорошо. На передней части у нас 6,5 дюйма дисплей. Чуть-чуть больше. Там 6,52 дюйма. Фронтальная камера в верхнем левом углу. Так. И разблокируем устройство. Так. Давайте перейдем в настройки. О телефоне OnePlus Nord. Android 10. Oxygen OS X 5.5. Snapdragon 460. Процессор. Четыре оперативки 64 встроены. Тройная камера. Устройство сзади. Тройная камера вспышка и сканер отпечатка пальцев. Вот. И экраны 90 Гц. 6,52. HD+. Дисплей HD+. Это 1600 на 720 точек. И тут IPS. Дисплей и корни грилоглесс третьего поколения. Хорошо. Закрываем. Перейдем в Geekbench. Санатический тест. Процессор. Этот у нас. 8 ядерный. 4 плюс 4. 1,6. 1,8. Диагерца. Тактовая частота. Adreno 610. Видеоускоритель. Разрешение дисплей ППП. Примерный. Запускаем тест. Вы увидите уже самый результат. Так. Результат теста. Одноядерный. Мультиядерный тест. Хорошо. Так. Закрываем. Переходим к следующему тесту. Антуту Бенчмарк. Запускаем. Увиде уже результат. Так. Вот результат теста. Антуту Бенчмарк. 138 тысяч. Сделаем тест мультитач. 138 тысяч. Это в три раза меньше, чем нужно набирать для попадания в топ 100 рейтинга. 10 касаний поддерживается четко, кстати. Вот если подгрузим рейтинг, то тут будет примерно 360 тысяч устройство будет средне набирать 360 тысяч, которые стоят, ну вот, 340-340, да, чуть меньше, чем 360. То есть, ну, мы почти вот, да, в два с половиной раза хуже, чем топ 100 место сейчас по Антуту рейтингу. Так. Закрываем. Переходим к следующему тесту. Посмотрим, как работает тяжелая игрушка GTA San Andreas. Так, настройки сделаем максимальными. И запускаем игру. Все супер плавно работает. То есть, с такими вот игрушками, типа GTA San Andreas, проблем не будет. На хорошей настройке графики все работает, не тормозит, не лагает. Так, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства. Выведу снимки на экран, сможете оценить их качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Балл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Продолжение следует...